В западно-казахстанской области начата аэрация водоемов. Чтобы спасти рыбу от гибели, воду в реках и озерах активно насыщают кислородом. По словам специалистов, его дефицит – основная причина замора рыбы зимой. Этим обусловленный плохой клев. В этот раз помочь сотрудникам рыбной инспекции вышли и юные рыбаки, рассказывает наш корреспондент. Во время холодных зим в водоемах образуется мощный ледовый покров, затрудняющий доступ кислорода в воду. Так, управлением рыбной инспекции совместно с государственными судебными исполнителями департамента юстиции по западно-казахстанской области проводится работа по аэрации водоемов. На один гектарках минимум 10 лунок, 5 прорубей, 2 майны. Тогда будут созданы условия кислородного режима, необходимые для нормальной зимовки рыб, говорят специалисты. Заключается это в бурении лунок во льду. Вставляем камышовые снопы, чтобы облегчить доступ воздуха рыбе, чтобы их запасы нашей родины не исчезали. В свою очередь представители департамента юстиции проводят работу по уничтожению незаконных бесхозных орудий лова, которые могут нанести урон водным биоресурсам, что может повлечь массовую гибель рыбы. Государственными судебными исполнителями департамента юстиции по западно-казахстанской области совместно с управлением рыбной инспекцией по западно-казахстанской области проводят работу по уничтожению незаконных бесхозных орудий лова. Уничтожение производится согласно постановлению суда. Также судебные исполнители принимают активную участие в проведении аэрационно-милоративных работ на водоемах нашей области, так как нам тоже не безразличны состояния нашей природы. Также Центр детского туризма Атамикем провел соревнования для юных рыбаков, где их научили секретом зимней рыбалки – бурить лунки, резать майны, делать аэрацию. Так ребята смогли внести свой вклад в дело о предотвращении гибели рыбы. Зимой под лёдом рыба не может дышать, а с помощью этих дырок мы ложим в камыш, с помощью этого они могут дышать. Чтобы они могли дышать, мы вот так ложим, потом закрываем ногой, снегом, чтобы они стояли. Рыба постоянно двигается туда-сюда, и они отдыхают под камышем, и с помощью этого они могут дышать под лёдом. Выезжать на водоёмы региона для проведения аэрации специалисты планируют до конца марта.